Сергей Витальевич, хотелось бы, наверное, закончить этот матч победой, конечно же, но вот так вот получилось, что за две минуты такой вот гол пропустили. Сильно расстроились? Да нет, важно, что именно сейчас уже видны были взаимодействия, хорошо в атаку играли, много моментов создали, конечно, чтобы была лучшая реализация и свежесть нужна другая. В целом всю игру держали структуру, наверное, недоволен последними, наверное, тремя-четырьмя последними минутами, почему-то стали играть назад, стали непонятно с чего это все пошло. Но правильно вышли молодые ребята, вышли дублеры, может, где-то тушевались. Но в целом для меня важно сейчас не это, важно, как выглядят основная обойма игроков, вот это именно дисциплина наша и в каком мы находимся в таком физическом состоянии. Я доволен командой, потому что соперник был достаточно очень серьезный, я скажу, даже такая команда поживее, чем Анжи, но и мы уже начинаем прибавлять, добавлять. И я уже вижу, что ребята бились, ребята именно играли, именно в такой футбол контактный, очень компактно, быстро. Да, грехи были, но их уже было значительно меньше, чем в предыдущих матчах. Дополнительная кадровая проблема у нас возникнет перед этим матчем, поэтому играла центральная связка защитников довольно молодая. Как она справилась с этой задачей? Ну, сами видите, на первых минутах немножко, конечно, тушевались так, но в целом потом игру вырвли, и мы уже, наверное, после 20-й минуты уже доминировали. И то, что вышли ребята 98-й год, 99-й, 98-й, 97-й год, это бывшие дублеры, и вышли очень так уверенно, выглядели. И я доволен, я доволен, что у нас еще к нашим трем опытным защитникам еще подрастают, я считаю, с потенциалом хорошие молодые игроки. В половину первого тайма соперник владел мячом, но во второй половине первого тайма динамовцы перехватили инициативу и полностью контролируют то, что происходило на поле. Создали много моментов. Это был план такой? Да нет, не план. Это наше состояние, в котором мы находимся. Понятно, когда первые минуты, пока ты еще не в игровом ритме, тебе очень тяжело. В Словении уже чемпионат начинается скоро. Нам еще практически два месяца до начала чемпионата. Я не вижу никакой спешки, никаких проблем. Спокойно работаем. Мне не надо, чтобы сейчас мы бежали. Мне надо, чтобы у ребят сейчас было понимание, чего мы хотим играть, в какой футбол. И мы должны постепенно прибавлять и оттачивать именно ту базу, которая у нас есть. Тем не менее, после забитого мяча команда понеслась вперед еще активнее. Ребята включили активный прессинг. Это морально-болевые качества уже? Ну, я думаю, их желание. Желание победить. Для меня только единственное стало, что последние 3-4 минуты стали каким-то открытием. Ладно, да, мы пропустили гол, который, ну, такие залетают один раз в 10 лет мячи там. Ну, что поделаешь, там, да, пропустили. Но меня насторожило то, что мы, пропустив мяч, еще два момента дали создать. Хотя во втором тайме не было ни одного момента у соперника. И мы дали создать два момента буквально за минуту до конца. Ну, это молодость. Вышли молодые ребята, стушевались, начали принимать неправильные решения. И возникли проблемы. Ну, и насколько серьезно повреждения у Галовича и у Рома Биганова? Нет, там не повреждения. Просто мы их бережем. Там микротравмы, которые... Это травмы не на большой период времени. Это травмы, чтобы не усугубить. Сенофонтов? Да, из того же плана, да.